Дорогие друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якуск. Сегодня у микрофона» с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Айдын Слепцов, Михаил Эверстов и в нашей студии научный сотрудник Литературного музея имени Платона Аюньского Ефросиния Наговицына. Ефросиния Семёновна, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Слушателям нашего республиканского радио вы знакомы как повествователь программы «Горожане», которая в прошлом году исполнилась 10 лет, настоящий юбилей. О стольких людях вы в ней рассказали, о людях, которые строили и принимали участие в становлении нашего города. Ну и по УЛУСам прошлись тоже. И в УЛУСах ждали эту передачу, в городе ждали и просили вас рассказывать о каких-то героях, что вы делали с удовольствием. Огромное вам спасибо ещё раз за ваш труд и за те исторические такие вот данные, которые вы вот прям только-только с архивов узнавали и сразу же в эту передачу выкладывали и делились этим с нашими слушателями. Спасибо огромное! И вам спасибо! Рада вас видеть вдвойне. И, конечно же, в сегодняшний день, сегодня Международный день памятников и исторических мест, он ещё называется День всемирного наследия, лучшего гостя для нашей передачи, для нашего прямого эфира, конечно, не найти. Поэтому я рада, что вы сегодня с нами. Ну и давайте с чего-то начнём. Может быть, начнём с ваших любимых памятных мест в нашем городе. Есть, конечно, места такие, но, к сожалению, с каждым годом становится их меньше, потому что я очень любила гулять вот в сторону старого города. Тогда-то такие деревянные дома были с такими наличниками. Ну, в общем, даже в туман я ходила на них любоваться и очень любила ходить в залог. Тоже там старинные дома были. Одни только брёвна, да, вызывали уважение. И мне кажется, у каждого человека есть вот тяга к тому, ну, всё начинается же у ребёнка. Откуда я пришёл, кто я, кто мы, да? И вот стоишь возле таких домов, всегда меня вот интересовало, кто построил, кто жил. Ну, это много-много лет прошло, и я как-то начала заниматься. Всему, видимо, своё время. Жаль, конечно, что... Ну, в то время я не думаю, что я могла совсем вот молодому человеку, кто мне будет рассказывать. Были же свои такие, которые изучали, и то вон по картам, ну, считаю, что... Всему своё время. И вот, собирая кровь и информацию по архивным документам, по публикациям, ну, как бы для себя образ нашего города, лица наших горожан, восстанавливаешь. Тоже вот, и когда я рассказываю, и когда меня слушают, меня это очень радует. Вы сказали, что с каждым годом меньше исторических мест, а, например, какое место вам жаль, что вот исчезло? Ну, вот я те места... Территория. Ага, там переулок Карандина был, переулок Кондакова их там нет. Вот я в начале года проводила мероприятие, да, посвящённое тоже уникальным людям, жителям города, и очень трудно было восстановить примерно, где эта улица шла, где вот этот их дом мог стоять. Вот. Ну, это, которые совсем давние, да, вот совсем старые? Нет, не совсем давние, на самом деле. Они жили-то в начале 20-го века, а теперь тех же переулков нет. Ну, малобазарную хоть как-то можно представить, да, по тем сохранившимся, восстановленным зданиям. И старый город как-то вот тоже как-то примерно. Но старый город в наши молодые годы, он был совершенно другой. И всё-таки в каждом городе, даже в сёлах, вот где есть такие старинные сооружения, есть какое-то вот ощущение защищённости, что ли. Ну, у меня такая ассоциация вот такая, если... Или от того, что когда видишь вот старину, когда берегут, когда памятники как-то оберегают, да, есть такое, значит, жива память об ушедших и вот хранят. Меня удивительно поразило, это был год 2012-й, что ли, в Усалданском блусе мы были, Курбусахский наслег, и нам показывали сразу вот сайлык, сайлык есть, да, и такое ощущение, что со всех сторон сейчас есть тадабры будут, и люди будут хай-хат кричать. А это, оказывается, старинное вот сайлык, он сохранён, и охранял его один человек. И люди сами, население берегли, только от стихийных этих бедствий они боялись. Мне вот эта такая добрая память тогда сохранилась. А что такое сайлык? Ну, это вот летнее жилище якутов. Там все, то, что мы на картинках видим, на фотографиях старинных видим, там всё было. Ну, сооружение. Когда мы с вами готовили программу «Горожане», я заметила, что как будто вам тот старый Якутск, вот когда в начале становления города он вам нравится очень сильно и больше, чем сегодняшний Якутск. У меня такое было ощущение, так? Да. Мне кажется, это у всех есть, души у каждого есть. Мне единственный раз один молодой парень сказал, а я парень молодой, ну, городской, я люблю запах асфальта. А остальные все тоскуют. Тоскуют. Как-то вот где тут все вот такие новые. Раза два, что ли, я вот на Паярково или где-то, ну, в общем, на каких-то улицах. Сейчас бесплатно запах асфальта весь раскуручили, центр весь снесли. Да, так. В любом городе. Я вот в Иркутске тоже очень люблю по Карла Марса пройтись. На Новосибирске тоже центр люблю, там старинные. Про Москву, про Питер вообще говорить. В Иркутске еще, видите, реставрации очень хорошие делают. И там деревянные дома в таком хорошем состоянии их восстанавливают. Да, у них квартал 103. И прикиньте, из Иркутской области к нам везли бревна. Сплавляли. И здесь же строили добротные дома. Вот недавно мы были в Верхневилюйске и по пути по Вилюйску. И там тоже удивительно. Вот они как вековые эти дома стоят, крепенькие. И как-то вот от них веют истории. И на душе как-то спокойнее становятся, в то же время тревожнее за них. Сохранят ли, сохранят ли их еще дальше. В Иркутске, наверное, самый такой дух старины. Это, наверное, старый город, да? И где вот, нет? Старый город, он же, это... Ну, а там такие дома, как будто бы они как-то старинные. Нет, это наводилось. Да? В основном. А где самый вот такой... Залок. 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 Зона 2. Там такие дома есть. У меня знакомая жила, когда мы к ней в гости приходили. У меня высоченные потолки, такие подвал. И, в общем, такие добротные дома, вот, на берегу, которые стоят. И там дальше есть такие замечательные дома. И очень большую работу ведут мои друзья. Это члены Ярова ОПИК. Вот. Чтобы их сохранить как-то, ну, чтобы там... Ну, это вот... У нас две группы даже идти, если они каждый раз сообщают. Раньше я вот где башня, да, наша, восстановленная тоже, ходила на все субботники. Сейчас-то вот как-то с работой не получается. И очень обидно, что я не попадаю на субботники. И субботники проводят, и по УЛУСам они работают. И все свои новости всегда выкладывают по ватсапу в группах. Я за них очень радуюсь, и им желаю здоровья. Начинается с Руслана Васильевича, Александра Васильевича. Их очень много. И вот, может быть, потому что мы общаемся, и потому как они душой болеют за все, за это. Вот. И у меня еще вот устойчивое свое мнение, что старина нам нужна, и памятники эти исторические нам нужны. Я даже удивлена, что в зоологии, мне кажется, там просто старые очень дома, которые нужно снести и построить новые. Какие-то там такие очень старинные что-то я даже... Да. Ну, есть-есть там дома. Но они не жилые уже, наверное. По сути, там в некоторых людях живут. Ну, это какие вы года имеете в виду дома старинные? Ну, как бы сказать. Нет, они, конечно, помоложе, чем, которые у нас в центре были. Вот здесь, которые были. На Правленской улице, на Собранской. Ну, вот это, вот где театр наш стоит, да, где улица Каландрашвили. Вот на Полевой, где Белинская, там уже таких домов-то, по-моему, нет. Там же ведь тоже стояли. Или по Октябрьской улице, там такие тоже добротные дома стояли, их нет. По сравнению с ними, конечно, залок помоложе дома. Но все равно конец 19-го, наверное, начало 20-го. Я специально не изучала, но так... Вспомним, что сегодня Всемирный день памятников исторических мест. Еще раз наша передача, наш эфир подготовлен к этому дню. Мы выходим прямо день в день. Актуально. Давайте по центру Якутска пройдемся и расскажем, какие памятники находятся в центре нашего города. Я думаю, что наверняка не все знают точно. Ну вот памятник Владимиру Ильичу Ленину. Это как бы могут сказать. Это точно все знают. Кстати, как вы относитесь к тому, что некоторые люди считают, что вот памятники Ленину не нужны. Снести нельзя оставить. Я считаю, он должен стоять. А с мавзолеем, как вы думаете? Мавзолей я бы Ленина похоронила, наверное. По закону, как бы сказать, жизни. У вас даже есть... Ну как? Или есть же ведь в монастырях, например, вот черепаха не отдать святых людей. Но это одно. А когда вот... Мне кажется, стоило бы похоронить. Сталина же ведь похоронили. Люди бы, кто его чтит, кто его труды будет читать, как-то все равно, все возвращается. Старики всегда так говорили на круге своя. Вдруг-то заинтересуются, будут изучать его работу. И кто-то захочет пойти поклониться. Молодые же Сталину тоже ходят поклониться. Я его работы, выступления читала. Очень доступно, очень понятно написано. А Ленина в мое время мы выросли. Мы ленинцы. Октябрията, пионеры, комсомолы. Конечно, вот. Я не призываю идти прямо поклониться ему. Но это вот такая у нас самая такая тоже страница нашей истории. Уберем Ленина. Путь стоит. Я так считаю. По якутскому мы пойдем гулять дальше ровно через две минуты. За это время будет реклама. Мы очень скоро вернемся в студию и расскажем о памятниках, которые в нашем городе очень долгое время уже есть, существуют, и которые не так давно открылись. И Красиняя Семеновна сегодня нам об этом расскажет. Не теряйте нас. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии научный сотрудник Литературного музея имени Платона Аюньского И Красиняя Семеновна Наговицына. Сегодня Международный день памятников исторических мест, памятных мест. И мы продолжаем гулять по якутску и рассказывать, какие памятники в нашем городе. Пойдемте дальше. Мы вот закончили насчет памятника Ленина, да? Ну, мне кажется, многие согласятся, потому что столько лет, и потом в этом юблейном году, как это Ленина убрать? Да? Сто лет автономней якутской ассоциации. Мне кажется, это... И памятник сделан очень хорошо, имеет свою историю хорошую. Тут я хочу сказать, у нас был везд Карла Марса, сделанный, да, очень таким известным скульптором, ленинградским кербелем. Его же ведь тоже вытянули, и ученики кербеля нашли, ну, в мусорной куче, а теперь его же установили, стоит возле ДК Кулаковского. Такое отношение мне, это, я считаю, кощунство. В деревне Мириме, где начали, ну, такие памятники ставить личностям, я считала, что единственный Каттон старший был против. Когда ему делали, вот, его, это, образ, он сам разрушал. Он не хотел быть. Ну, есть такие очень много... Есть памятники, которые как-то овеяны сами, легендами. Вот, например... Давайте сейчас, например, остановимся, про пример. У нас есть звонок нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Евразия Семеновна. Валерий Иванович, я вас, да, узнала. Спасибо за ваше внимание. Приятно слышать ваш голос, Светлана. Давно не были на передаче, по-моему. И вот, в понедельник. Мне такой, Евразия Семеновна. Мне, вот, я сам как водитель с малых лет там вырос, ездил на машине. Вот, у нас какая улица была? Вот это правда память, достопримечательность. И такая. Я все время удивлялся. Чурочная дорога была. Где-то очень малого, не то, где эта улица. Я сейчас уже старый. Ошибаюсь однако. И, конечно, Сайсары я любил, где Мончаро Гокой тантовал. Из тюрьмы сбежит. И там все время рассказывали, что Мончаро, Василий Мончаро, наш герой. Сайсарыца. Старый город. И вот Базарная площадь мне очень нравится. Расскажите про них маленько. Старый Базар. Я туда в детстве ходил. Спасибо большое. Валерий Иванович, спасибо вам огромное за ваше внимание. И все такие вопросы и уточнения интересные. Вообще, мои дни, понедельник, среда. Рада вас слышать во время своих эфиров. Пожалуйста. Чурочные. Я тоже отлично помню. И вот за залогом они были. И вот где старый город. Конечно, мы когда впервые увидели, очень удивлялись. Тем более, когда там какое-то движение в земле идет, и они выскакивали. И сейчас вот это. Это своего рода тоже чурочные. Они памятник. Есть сохранился фильм, где вот укладывают эти чурки. Где-то вот, если не ошибаюсь, начало 50-х. Ну, послевоенное время. И про них люди удивлялись, которые приезжали к нам, что у нас вот такие вымощены чурками. Ну, здесь, если обратиться к историческим памятникам, да, сначала даже 19-го века, но тот же, если вот этот Александр Бестужев, Марлинский, они писали и другие, и Чукна, по-моему, было. Это уже почти середине, ну, 40-е годы 19-го века. Что у нас улицы тонули в грязи, вот, и поэтому и тротуары, а потом вот эти чурочные. Все-таки город, все-таки старались это как-то благоустройством заниматься. В архиве, кстати, есть такие документы, когда вот это, чтобы следили за чистотой улицы, да, и потом, чтобы улицы были прямые. И я вот в старом городе, я точно помню, что хотели, ну, критиковали балаганы, юрты, где шла продажа Константина Захарова тоже его, что вид улицы портит. Как-то они не прямые улицы получились, а с изгибами. И его настоятельно просили, чтобы он исправил. Есть такие, мне очень еще понравились материалы о ремонте и о строительстве вот в нашем высшем монастыре. Ой, там такие требования. Строители сами все вот завозили, ремонт проводили и обязаны были все убрать за собой. А на старых фотографиях какая там чистота, какой такой уют там создавали. А старый город, ну, он всегда был, мы же судим по старым фотографиям. Ой, ну, и по архивным, и по воспоминаниям там много что творилось. И эти ученики, учащиеся духовного училища, вспоминали, что они специально голодные же дети. Священники не очень богатые были, а дьяконы или там кто вот такие, псаломчики, они тем более, тем более эти маленькие дети без родителей, как в детдоме жили, наверное, да. И они туда набега делали, ну, а вечером уже кто семь пришел, делились. А когда их устыдили, что они, ну, это воровство это, они как горько плакали, они не понимали, для них это было. Ну, вот таких случаев много-много было. Ваша душа, наверное, точно ожила в то время, потому что вы даже когда рассказываете, у вас лицо такое становится светлое, вы там всех вот этих героев спрашивали. Люди, настоящие какие-то чувства были, настоящие эмоции были. А сейчас все не так, все по-другому? А сейчас, я не знаю, даже я в внуках уже как-то вижу, поколение-то совершенно другое. Или вот где это? А вот как у настоящего поколения вот такое бережное отношение воспитать к тому, что им передано предками, вот к памятникам, к историческим местам? Есть такие хорошие примеры, допустим, что память такая, в каком году? Года два назад, как раз у нас вот карантин в самом таком, мы ко дню рождения Платона Алексеевича Аюнского объявили фотоконкурс. Вот все, вот о памятниках мы сегодня говорим же. Памятник Платону Аюнскому, кстати, еще скажите, где он находится? Сейчас, сейчас, подождите. И вот это объявили памятные места, посвященные Аюнскому. И знаете, люди из очень многих улусов отправили фотографии, и там еще требование было, чтобы описание было, кто сделал, когда сделал. И вот 17-я школа так порадовала учащиеся, тогда они учили в 7-м классе, они по всему городу прошлись, и начиная с памятной доски, которая на ограждении нашего музея, и с образа Платона Алексеевича на здании музея, они вот все оттуда сами сфотографировали, монтаж делали, музыку пустили, и по всему городу. Все памятные места, посвященные Аюнскому. Мы в этом году попросили у них разрешения, и, конечно, выложили в YouTube, чтобы люди посмотрели. И у детей была такая гордость, что они это знают, и каждый выбирал сам себе такое памятное место. Даже они ходили в национальный художественный музей, и там сфотографировались возле работы, где Платон Алексеевич Аюнский выступает в Черкёхе в 1924 году. Находится памятник Платону Аюнскому? Нет, не памятник, он выступал там. Нет, у нас находится Платону Аюнскому памятник, где, скажите? Где находится, скажите? Перед Саха-театром. Соруна-малон. Соруна-малон перед театром оперы Ивалито, и там же Кулаковский. И вот эти памятные места, конечно, там к дням их рождения, дни суверенитета, и само собой, разумеется, 27 апреля тоже возложение венков там бывает. Я сама путаюсь с этими два памятника, потому что музей Платону Аюнскому находится вот возле Саха-театра, возле театра оперы Ивалито, вернее, ближе сюда. А памятник, получается, находится возле театра Саха-театра, правильно? Памятник Аюнскому, да, возле Саха-театра, который носит его имя. Это тоже вот такое историческое событие же. Его имя присвоили, потом, когда был репрессирован, обратно забрали, а потом, когда реабилитация была, обратно присвоили. У нас есть звонок слушателей или зрителей, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло? Алло, здравствуйте, представьтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я из города Якутска. Да. Светлана Анкинтина. Да, Светлана Анкинтина, слушаем. Мне вот такое предложение. На площади Победы не хватает памятника Сталину. Что вы об этом думаете? И нельзя Ленина сносить. Нельзя. Вот такое мне понятие. И вот про Жиркова я хотела сказать еще Марка Николаевича. Это он организовал музыкальный театр. И хотя бы надо было поставить памятник или что ли, или имя его. Это его детище. И никакой с Урном Аллан там он никакого отношения не имеет. Мне так кажется. Пожалуйста, мне объясните. Спасибо вам большое за внимание и за звонок. И вот за вопросы. Простите, именно вы прокомментируете. Мария Иннокентьевна. Светлана Иннокентьевна. А, Светлана Иннокентьевна. Спасибо за звонок. Но если вот про памятник Сталина очень много, в течение очень долгого времени, насколько я помню, шел спор, разговор. Очень много этих было. И маленький бюст, он возле Золотанбара, так называется, да? Там же поставили. Ага, маленький. Ну, площадь Победы, конечно. Но я надеюсь, что нашу передачу слушают. А вот насчет памятника Сорона Амаллана, ну, я тут, как бы сказать, Сорона Амаллан много сделал тоже для театра. Для Мария Жиркова его вклад никто не отрицает. Его имя будет очень хорошо увековечено, мне кажется. И ваши предложения, конечно, услышали, наверное. Спасибо. Мы прервемся сейчас на две минуты. И затем снова продолжим говорить о сегодняшнем дне, международном дне памятников и исторических мест. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии научный сотрудник Литературного музея имени Платона Аюньского и Фросиния Семеновна Наговицына. Мы говорим сегодня, Международный день памятников и памятных исторических мест, о том, какие памятники в нашем городе. Я вот сама кое-как разобралась к своему стыду, постоянно путаюсь, что возле театра оперы и балета находится памятник Сорона Малону, правильно? Еще там есть два памятника. Памятник Кулаковскому и Скверкрафта. Да, и Крафта без тести. Давайте дальше по Якутску пойдем и расскажем. Наверняка вот и подрастающее поколение тоже не особо... Вроде бы мы их визуально знаем, да, но, может быть, и не все знают. Даже точно не все, какой памятник, в честь кого воздвигнут. Пойдемте дальше по центру, вот, от театра оперы и балетов. Дальше мы не пойдем. А, не пойдем, да? Мы это... А куда мы пойдем? Вот 11 лет назад, ну и 11 лет уже осенью будет, да? Наша передача началась, когда вот историческому, ну, зданию, которое у нас самое красивое, старинное, он был введен эксплуатацией, то есть освещен в 1911 году. Это вот здание бывшего областного казносейства, а сейчас галерея имени профессора Михаила Федоровича Габышева. Тогда как раз 100 лет было, и наша передача оттуда старт взяла. В этом году вообще вот очень хорошо, что после реставрации здание открылось, там новая выставка, правда, я еще не ходила. Вот. И возле поставлен памятник, опять-таки, в прошлом году человеку, легендарному человеку Илье Егоровичу Винокурову. И самое интересное то, что вот Илья Егорович Винокуров и профессор Михаил Федорович Габышев, они были великими друзьями. И как бы так, ну, правда, памятник критикуют за то, что он как-то очень... Это вот, которые вот здесь? Да, там, перед 17-й школой, ну, где вот... Нет, не здесь. Вот я к тому, что есть такие моменты, да, памятники обычно очень много критикуют. Здесь это я имею в виду на тех фотографиях, которые Фарсиня Семеновна сейчас принесла. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы подготовили для нашей программы. Теперь, поскольку я работаю в Литературном музее имени Платона Алексеевича Айонского, 50 лет этому музею исполнилось в 2020 году, тогда конкретно, заранее, еще до этого, историей музея занималась, и там такие страницы истории открылись. Во-первых, раньше, как ты считала, что там в доме в 1935-38 годах жила семья, это вот тогда, ну, улица наша назвалась Ворошилова, вот аргументы были, чтобы на этом месте мемориальный музей. Со временем этот музей уже стал не только мемориальным, а литературным музеем. И такая история открылась. Сама собой, разумеется, то, что жил Платон Алексеевич Айонский с семьей после приезда из Москвы, после защиты кандидатской, жил там. И это рядом, ну, в общем, его имя еще связано с этой территорией не только из-за того, что он жил там. Там, оказывается, стояло здание, в котором с 1926 года размещалась школа, якутская национальная военная школа, опять-таки созданная по его инициативе. Вот. Извините, что перебиваю, у нас еще звонок слушателей или зрителей. Давайте возьмем в эфир. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я про памятников. Ну, это про Винокурова говорили, да, возле 18-го школы-то. Да. Ну, а что-то это землятиство, или как они не укаживают, что ли, там, вообще, это, не очень-то. Ну, этих учеников, или как, это, школу-то надо шерстство брать, или что, убрали бы, или чистили, или что-нибудь. Да, это очень... И потом у меня такой вопрос или предложение, да, вот, есть, вот, это, Челяево, там, бюст есть, да? Да, есть. И вот где-то там, на берегу. Ага. И бюст есть, вот, Юрий Николаевич Прокопьево, по Кирову. Угу. И там Барахову памятник поставили, без коневлюзии. Вот, это памятник, ну, конечно, смотрит. Я вот так думаю, вот, где-нибудь этих первых секретарей, да, обкова партии, ну, руководителей республики, побирали бы в одно место, как площадь Победы, да? И вот детей бы туда возили, показывали, вот руководители республики были. Такой-то, такой-то человек. Там и, можно было, и Борисова Семена Захаровича, и, это, Винокурова, и Прокопьева, Челяева. Ну, и еще там, это, во время войны переезжие-то у нас были же, секретаря обкома. Угу. Ну, вот тогда бы знали бы. А сейчас вот переведешь кого-нибудь, да? Вот Прокопьеву, или пока надпись не показать, не показать Челяева. Спросить, сейчас поколение не знает. Большая часть не знает. Большая часть. Спасибо. Даже Менина и Сталина вот некоторые думают, да? Да, да. Видишь, как мы историю свою так не можем. Про Юнского, про Амосова, ну, вот по радио и на это-то рассказывает, но все равно, наверное, это не хочется, не интересуется. Да. А вот когда были бы уроки истории, возили бы вот в одно место, и вот показывали, вот такой-то такой сидит, вот такой-то такой. В такое время на такое руководил республикой, отстаивал республику. Я так думаю. Спасибо вам. Ага, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я обязательно передам ваше предложение. Ага, обязательно. Я, знаете, запомнила, когда мы с вами делали программу «Горожане», о том, что вы рассказывали вместо, там, допустим, вот там, на том месте, где здание «Полярная звезда», Азиму, да, сейчас называется? Да, что-то там. Там церковь была? Да, вы сказали, что там была церковь. А я там прямо, когда нахожусь, я вот чувствую, как будто эту энергетику там как-то так хорошо, спокойно. А вот на территории, где парк, территория парка, там же территория кладбища, да. И мне кажется, там, правда, как-то тяжело. А вы чувствуете вообще вот эти энергетические места? Мешает ли вам это, зная, например, что было раньше на каком-то месте? Мешает ли вам или, наоборот, может быть, как-то помогает? Я вот... История Никольской церкви нашей, ну, мы кладбищинская, говорят, Никольская. Вот эти истории я очень хорошо изучила. Даже духовное завещание в архиве нашла. Ивана Яковлевича Шилова II. И когда вот в советское время там бибколлектор был, а мы ходили туда делать заказы, вот тогда я очень плохо себя чувствовала. Потому что я знала, что иду по костям людей. Там же кладбище было. Так боялась. Сейчас более спокойно, тем более там и Иван Яковлевич есть, да, и храм восстановлен. И вообще хорошо, когда в городах, в сёлах звучит колокольный звон. Это очищает. И людям они даже... Я не верю в Бога, но всё равно этот колокольный звон, он передаёт то, что должен передать. И воздух становится чище. И где-то у людей, по-моему, даже тоже и в душе, и в мозгах чище становится. Один из героев программы «Горожане» Иван Шилов, который вот как раз-таки строил вот эту церковь. И Примороженскую церковь тоже. Ну, правда, там в советское время мало что осталось, но всё равно тоже идут силы. И насколько вот люди были такие. Они же ведь на века строили, ничего не жалели. Они же умирали в нищете. Вот так же, как вот Соловьёва. У них очень тяжёлые. Ну, те, которые строители этого храма. Монастыр тоже свою очень интересную историю имеет. Ну, вот я к тому говорю, что вот сейчас вот у нас уже время подходит, да? А вы всё успели рассказать, что вы подготовили? Нет, не всё успели. Вот это вот памятник, вы сказали, недавно же открылся. Нет. Я каждый раз обращаю внимание на то, что вот территория нашего музея очень знаковое место. Потому что с 1941 года там, где вот это здание школы было, там уже объединённый вот комиссариат был, и оттуда все уходили на войну. И поэтому выпускники школы и те участники Великой Отечественной войны, там памятную доску в 1990 году установили. Данные очень давно устарели. Всё это поменять, это же ведь тоже наш долг, по-моему. И мою идею, я каждый раз рассказываю, в этом году вроде поддержка есть, и вполне возможно, бессмертный полк начнёт своё шествие с исторического места. Оттуда, откуда ушли бессмертия. Вот более, ну, осень много тысяч наших. Это вы про какое место сейчас говорите? Территория Литературного музея имени Платона Алексеевича Аюнского. Вот буквально завтра будет торжественное мероприятие, посвящённое юбилеям братьев народного поэта Семёна Данилова и народного писателя Сафрона Данилова. Это тоже такие знаковые места. И в прошлом году, 27 сентября, открылся памятник в самом центре, вот недалеко от вас, на проспекте, памятник им. И вот памятник, да? А вот мы показываем как раз, показывают режиссёры. Показываем, да? Вот у нас есть. Ну, он считает, мой коллега, вот недавно как-то очень скоропостишный ушедший из жизни, прозаик-переводчик, вот наш незавянный Николай Егорович Винокура Бурсон, ему памятник понравился, он на открытие ходил, он приложил очень много усилий, чтобы дневники этих Даниловых были, ну, изданы. Простите, что я вас перебиваю, у нас уже практически закончился эфир. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня с нами, и это символично, потому что 2022 год объявлен кодом наследия Российской Федерации. Слушателям и зрителям спасибо за внимание, давайте беречь то, что у нас есть. Всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.